Ну вот, на улице минус 40. Я уже совсем приручил этих голубей двоих, парочку вот эту вот. Они уже теперь прилетают так каждое утро и ждут. Я открываю, они смело заходят в окошко. Те, которые вот там, их недруги за окном околачиваются. А эти двое тут как хозяева, кормятся, воду пьют. Конечно, это напрягает. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили, потому что каждое утро, значит, они теперь терпеливо сидят у меня на подоконнике. Вот, и ждут. А сейчас в морозы, мне их вообще уже жалко не пускать. Да все бы ничего, но только они тут еще и помимо того, что едят, они еще тут еще и гадят немножко мне. Приходится каждый раз мыть этот подоконник. А вот там вот за окном, ну вот, мне тех тоже жалко, но они такие дрочливые там. Эти-то двое, вот что они мне нравятся, почему я их выделил вообще, за их, так сказать, дружбу. Я уже рассказывал про них. То ли они родственники, то ли возлюбленные, то ли там, я не знаю, друзья, короче говоря. Ну вот они так прилетают. Вот этот, который чернее справа, он вроде бы на вид-то нездоровый, я имею в виду небольшой, но он так очень смело гоняет всех-всех-всех там, кто пытается в это окошко зайти. И явно защищает вот этого серого, который без ноги. Я уже рассказывал, не помню. А мне кажется, что вот этот, кто разбирается в голубях, что вот этот вот серый, который слева, инвалидик такой вот без ноги, он даже хромает, ходит. Мне кажется, это самка. А вот этот черный, с такой перламутровой шейкой, мне кажется, это самец. Ну, такое впечатление, что он помоложе. Не знаю, я такую вот себе легенду сочинил, что это, наверное, сын какой-нибудь ее. А это мамаша. Они пьют воду и едят у меня вот зерно. Ну, между прочим, сжирают они у меня больше, наверное, килограмма за месяц. Таким образом. Это еще один расход в мой бюджет. Причем они едят часто, вот это того, что я им насыпаю, не съедают. Так поклюют потом. И потом начинают проситься на улицу. Много пьют воды, кстати говоря. Что меня очень удивило, потому что я думал, ну, а что им там снега не хватает, что ли, на улице. Ну, подпускают они почти на расстоянии вытянутой руки. Самое главное, не делать резких движений. Если двигаться медленно, то они, в общем-то, спокойно совершенно переносят. Не знаю, может быть, им имена дать какие-нибудь. И вообще, сколько, интересно, живут голуби. Вот я тут собираюсь все время помирать, и вот думаю, а кто их тут без меня-то кормить будет. Ну, не подохнут, наверное, я надеюсь. Итак, сегодня 6 февраля 2019 года. На улице нам обещают заморозки страшные. Ну, и слава Богу, зима в Сибирь пришла. А то что-то как-то сибиряки расслабились в последнее время и жалуются. В 20 градусов они жалуются, ой, мороз, мороз. И еще расслабились. Мне смешно смотреть на наших юношей, которые ходят без шапок, с непокрытыми головами. Потому что не знаю, сегодня ходят или не ходят, но вот есть такие придурки. Единственное, что хочется сказать, видя наших безголовых, ну что, мозгов, наверное, нет. Дело в том, что мне почему это смешно, ну, да, собственно, нормальному человеку любому смешно эти голые ноги у девочек и голые головы у мальчиков, что они ведь это ходят не для того, что им жарко или некомфортно, а от того, что они насмотрелись вот этих вот фильмов, где вечная теплота, в отличие от нашей вечной мерзлоты. И они там, значит, они сейчас подражают полностью. Вот эта вот подражательность в одежде, в моде, в этом вхождении зимой по Сибири без головных уборов и летом в трусах у мужики. Вы видели? У нас мужики в таких цветных, расписных трусах все ходят теперь. Раньше их называли семейными, сейчас их называют шортами. И вот они приходят со своими волосатыми ногами в столовую, в кафе. Я помню, кстати говоря, даже на курорте, когда я был в это проклятое советское время, то там в шортах столовую не пускали на курортах и вообще как бы в пляжной одежде. Я считаю, это совершенно нормально. Ну, всему свое место, время, и всему своя одежда. Это же понятно, что на пляже человек должен быть так, а в столовую должен быть, наверное, все-таки иначе. В туалете по третьему как-то вот. А зимой на работу экипироваться иначе. Ну, не знаю, это длинный разговор, но так или иначе ходить зимой без шапки в 30 градусов, это смешно. Ладно, это я раз разговорился. Итак, сегодняшний день, 6 февраля, для меня он знаменательный. Может быть, об этом расскажу попозже. А пока вот голуби. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok